Значит, вот здесь пороговое значение отношения сигнал-шум, Q квадрат пороговая 1, здесь, здесь Q квадрат пороговая 2, тут. И вот посмотрите, у нас на обоих рисунках, вот что у них общего, ну общего, что 2 везде лучше, да, а общее то, что Q квадрат пороговая 2 меньше, чем Q квадрат пороговая 1, и для аналоговых видов модуляции, и для дискретных. То есть, фактически, чем ниже значение отношения порогового, чем ниже значение порогового отношения сигнал-шум, тем лучше, но опять-таки, когда вы вот это произносите, надо понимать, что под пороговым отношением сигнал-шум понимается, а теперь давайте запишем, понимается отношение сигнал-шум на входе демодулятора, под пороговым значением отношения сигнал-шум понимается, отношение сигнал-шум на входе демодулятора или на выходе линейного тракта приемника, или на выходе линейного тракта приемника, в члене сигнал-шума, при котором достигается заданное качество приема. То есть, уменьшать, либо специально занижать пороговое отношение сигнал-шум без гарантии вот этого качества приема бессмысленно. То есть, пороговое значение, оно однозначно связано с качеством, поэтому оно и называется пороговое. Значит, пороговое здесь, а предполагает, что вот он порог, вот он задан по качеству. Всем понятно это? То есть, по возможности это отношение надо минимизировать. Мы с вами еще узнаем, почему. Вот, наверное, сейчас там уже будет перерыв. То есть, его нужно стремиться делать меньше. А как можно сделать меньше? Ну, как ваше предложение, можете мне сказать? Как его минимизировать? От какого блока в приемнике оно зависит? Нет, не усилите. Вот тут-то мы рассматривали, что демодуляторы фактически я говорила. Я здесь не говорила ничего про ленинград приемника. Вот Q квадрат пороговое, когда мы говорим, что его надо уменьшать, это значит, надо использовать помехоустойчивый демодулятор. То есть, вместо первого использовать второй. Поняли? Значит, значение порогового отношения сигнал-шум определяется только выбором демодулятора и совершенствованием демодулятора. А вот почему я сказала, что... Там еще сказала фразу про линейный тракт приемника на выходе линейного тракта приемника. Потому что вот эта точка, так, ну как, давайте здесь спрошу. Линейный тракт приемника и демодулятор, вход демодулятор, это одна и та же точка. Вот здесь у нас Q квадрат на входе демодулятора, здесь у нас Q квадрат пороговое. И вот этот Q квадрат на входе демодулятора, это есть Q квадрат на выходе линейного тракта приемника. В зависимости от контекста иногда сказать удобнее вход демодулятора, а иногда сказать удобнее выход линейного тракта приемника. Демодулятор это устройство принципиально нелинейное. Хотя мы будем там тоже, как бы существует название линейный корреляционный детектор, но там линейность предполагается только с точки зрения воздействия на полезный сигнал, чтобы не вносить никаких нелинейных искажений в огибающий сигнал. А так устройство, конечно, оно нелинейное, оно выполняет нелинейное преобразование. Так, ну а вот здесь как раз, так, вот это вот демодулятор, ну как их изображаем, так, 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 и вот так, либо цифровой демодулятор. А вот тут у нас Q квадрат на выходе демодулятора, либо вероятность ошибки. Вот как бы по месту, как они располагаются. Значит, когда мы говорим про пороговое значение отношения сигнал-шум, изначально предполагается, что мера качества уже задана. А вот как раз вы, когда вы говорите про усилитель, да, вот и все, здесь надо говорить не столько про усилитель, а столько еще про шумовые характеристики всех устройств, которые входят вот в этот линейный тракт приемника. То есть назначение вот этого линейного тракта приемника, вот его, заключается в том, что вот, ну, кроме фильтрации, обеспечения избирательности, обеспечить вот это отношение сигнал-шум на выходе ЛТП должно быть больше, чем Q квадрат-пороговое. То есть вот ЛТП, он влияет вот на эту величину. Его задача обеспечить вот это отношение выше. То есть сделать так, чтобы слабый сигнал был выделен на фоне внешних и внутренних шумов. А пороговое определяется только выбором демодулятора. То есть линейный тракт приемника вот на выбор вот этой величины порога не влияет. Вот разграничьте у себя вот эти два понятия, да? Пороговое и фактическое. Пороговое, оно задано, а фактическое, оно как раз видимо обеспечивается ЛТП, усилителем, фильтрами, ну, и всем грамотным проектированием линейного тракта приемника. Спасибо.